Время. Одна из самых сложных категорий. Петля времени, кристаллы времени, безвремение, цикличность времени. В общем, люди рассуждают много, но сути не знают. А кто же знает суть? Суть знает Андрей Николаевич Чистяков. И у нас сегодня третье занятие в рамках курса Андрея Николаевича. И мы сегодня поговорим о том, что же такое время и что такое информация. Андрей Николаевич, здравствуйте. Раз вас видеть. Вам слово, пожалуйста. Да, спасибо. Список терминов, которые мы озвучили, его можно продолжать очень-очень долго. Есть же еще растяжение времени, замедление, ускорение времени. Ну и другие метафоры. Время течет, как вода сквозь пальцы. Много-много метафор. А если попытаться понять суть, главное, ну вот там похоже, что можно то, что непонятно, объяснить нормальным научным языком с позиции того, что уже науке установлено, что мы знаем. Тем более, что опять я вспомню англосаксов пресловутых. Они снимают фильмы, ну понятно, под свою, так сказать, задачу. Ну, например, там разрабы. Это про то, как обсчитывают с помощью суперкомпьютера вселенную и, соответственно, предвидят там будущее и так далее. Или довод. Это бестселлеры. Их смотрят на Западе в большом количестве. Они сборы кассовые обеспечивают огромные. На самом деле, в фильме «Довод» там просто используют киношные приемы. Ну, когда, скажем, пленка движется либо вперед, либо назад, либо замедленно, либо ускоренно. Но это работа с отражениями, со следами. С ними, конечно, можно делать разные эффекты. Замедлять, ускорять и так далее. В разные стороны двигать. А вот если попытаться по сути разобраться, ну, давайте это и попробуем сделать. Мы уже часть терминов прошли. Мера, эталон, след, структуры, качество, количество, навык, умения. Продвижение поговорили, классификации. Поступательное, вращательное. Турбина на электростанции никуда не движется, но при этом взаимодействует с водой и вращается. Если бы ее не держать, так сказать, то она вниз бы ушла. Вот. И вот, наконец, две темы на сегодня. Процессы – это длительность и одновременность. И, соответственно, не просто информацию энергию будем рассматривать, а в связку терминов. Пока я в связке не рассматривал, скажем, понятие информации, оставлял в стороне восприятие аспект, осознание, до меня до самого как бы не доходило. Хотя еще раз подчеркиваю, пять с половиной лет в ВУЗе всем этим вопросам и были посвящены. Как формировать сообщения, как передавать, расшифровывать, ощущать от шума там и много-много-много чего. Все эти биты, байты и еще куча терминов. Это как раз то, чем я занимался. Но дошло до меня не так давно. Что же это по сути такое? Но начнем со времени. Слово «процесс» уже звучало чуть раньше. Может быть, затрудняет понимание то, что в русском языке уже очень много слов. Слово «событие» по сути тоже самое. Поэтому, когда у вас с чатом GPT был диалог, спросили, что же такое процесс? Он мне дал очень громоздкое определение. А можно дать очень короткое и, по сути, правильное. Процессы – это изменение чего-либо. Ну или, скобочка, кого-либо. Любое изменение. А вот когда уже требуется там уточнять, о каком именно процессе мы говорим, в какой среде, в каком игровом поле, кто там участники и так далее. Ну, конечно, там уточнения нужны будут. Так, процессы – это изменение чего-либо или кого-либо. Я смотрю, опять же, вот в Яндекс.Метрике, какие люди запросы делают или по каким запросам приходят на сайт. Господи! Ну, по вопросу видно, чего человек не понимает, что же он ищет. Люди не понимают даже, что такое процессы. Процессы – это вообще все, что вокруг и внутри нас происходит. Вокруг. Мы можем наблюдать застрелкой часов или пить чай, или идти в магазин. Это процесс, локальный процесс. Но параллельно, скажем, происходит в других уже игровых полях, в других странах, там и так далее, или в космосе. Тоже происходят процессы. Сейчас, одновременно. Ну, вот вопрос тогда, так что же такое время? И как можно измерять время? Ну, когда поймем, что же это такое, то понятно будет и как измерять, собственно говоря, и почему возникают самые разные эффекты. Когда вдруг человек входит в состояние измененное, ну, эмоции включаются, у него состояние эмоционально изменилось, он начинает воспринимать по-другому. Подробно мы это рассмотрим в теме восприятия сознания. Но сейчас мы, так сказать, первый заход сделаем. Я погружаюсь вот в нее. Мера – это уже мы прошли этот термин. То, с чем мы сравниваем что-то. Процесс – это изменение чего-либо или кого-либо. И если мы понимаем, что все вокруг – это процессы, наша беседа – это процессы, и она будет иметь какую-то длительность. Она стартовала в какое-то время, закончится в какое-то время, можно будет понять, сколько же это там секунд или минут, и так далее. Поэтому придется затронуть вопрос о том, как менялись эталоны времени. То есть, как его в процессе развития человечества, как его измеряли. Никуда от этого не уйти. В прошлый раз мы говорили, комнату можно измерить любым предметом, у которого есть такое же свойство, длина, размеры линейные. Просто будет непонятно другим, если вы им сообщите результаты. Почему? У них нет такого спичного коробка, или спички, или рельса, или части рельса, и так далее. Поэтому ввели эталоны, общепринятые меры, отвечающие ряду условий. Когда мы будем говорить о времени, подход будет тот же самый. Если хочешь что-то измерить, надо это делать чем-то. Скажем, но уже у процесса, который мы будем измерять, другие процессы, должно быть аналогичное свойство, длительность. Все у нас имеет длительность. Но, конечно, слово длительность связано с русским словом длина. И это не просто так. Это, по сути, абсолютно правильно. Итак, сначала. Давайте начнем с этих картинок. Первый эталон времени, ну или эталонный процесс, наверное, так нужно говорить, да? Это было вращение Земли вокруг своей оси. Просто этот процесс достаточно медленный, но умные головы поняли, что Земля вращается. Не сразу, конечно, потому что были модели, наверное, помните, другие, да? На трех китах там и так далее. Если плоская Земля, то умные люди поняли, что есть периодический процесс, что Земля похожа круглая, и она вращается вокруг своей оси. И у этого процесса есть длительность. А потом эту длительность, сутки, да? Когда на 360 градусов Земля делает оборот, стали делить на части. Часы. Часть. 24 части. Час, потом разделили на минуты и так далее. И до поры до времени все было хорошо. До поры до времени. Но при этом ось еще меняется у Земли, когда она крутится, скажем так. Поэтому не просто время суток меняется и длительность, еще эффекты разные наблюдаются. И прежде всего вокруг Солнца Земля движется. Вот этот отрезок временной назвали год. Ну, когда смена времен года происходит. То есть до поры до времени все было нормально. Но по мере того, как развивалась наука и техника, возникала потребность измерять все более короткие промежутки времени. Поэтому следующий эталон был, да? Это кварцевые часы. То есть в какой-то момент люди обнаружили, что если кварцевые пластинки приложить напряжение, то она начинает колебаться с большой частотой. Но стабильно. Поэтому, посчитав там сколько колебаний совершает там, скажем, кварцевая пластинка, да? Ввели там единицы времени. И с помощью вот этих уже этого эталонного процесса стало возможным измерять, скажем, более быстрые процессы. Но потом и этого оказалось недостаточно. мы в курсе, наверное, что потом возникли, взяли за эталонный процесс, уже процессы совсем более тонкие. Атомные часы. Но это тоже процесс. В отличие от, скажем, механических часов, ну, когда стрелка движется, это процесс движения стрелки, ну, которые под движением гирек или там батареек, да? В атомных часах более тонкие вещи. Мы не можем глазами видеть, как распадается вещество, ну, радиоактивное. Но оно это тоже процесс, в котором есть какие-то параметры. Ну, там, скажем, чистота или там период полураспада там и так далее. А сейчас пришли в конечном итоге к чему? Единый эталон частоты времени длины это движение света в вакууме. За одну секунду свет преодолевает 300 тысяч километров в вакууме. И вот здесь очень хорошо видна связь расстояний длительности и длины. Длительность это про длину процессов, а длина это, ну, как правило, про объекты, их размеры и расстояние. То есть в вакууме свет преодолевает 300 тысяч километров. А если с земными понятиями как-то сравнить, ну, представить по экватору волновод проложен 40 тысяч километров, ну, грубо так, примерно, чтобы считать было просто, да? Так вот, свет за одну секунду вокруг Земли пробежит 7,5 раз. Это вот про то, как связаны понятия длины и длительности. Вот, а когда мы начнем погружаться скажем так, вот странности, когда время то растягивается, то сжимается, надо учитывать, что есть процессы внешние, есть процессы внутренние, нервно-психические, там, процессы физиологические, кровообращение, пищеварение и так далее. Это все внутренние процессы. И у нас восприятие меняется в зависимости от того, какова мощность нервно-психических процессов, эмоции, эмоциональные состояния. Ты можешь испугаться, и это как триггер такой, как поджог, мозг вспыхнет, в кавычках, конечно. Мощные процессы пойдут. И тогда то, что вокруг происходит, может показаться, что двигается медленно. Но это изменение восприятия. Еще раз подчеркиваю, мы это в теме восприятия сознания подробно разберем. Не останется никаких непонятностей. Откуда возникают такие эффекты и, скажем, метафоры про время. Пока вот иллюстрация вот такая. Вот человек, это наш художник, строительский Валера Дмитриев по моей просьбе нарисовал. Вот время. Ну, да, восприятие времени у человека изменится. Но время, мы надо понимать, что здесь это просто движение стрелок, которое показывает нам, да, сколько там жить осталось, скажем так. А вот эталоны более современные, да, вот все эти атомные часы и прочее. Чтобы было меньше путаницы, Никейский собор в свое время ввел понятие хронологии и привязал все процессы к чему? К Рождеству Христову, к определенной точке, отметке на линии времени человечества. Почему? Потому что нам же важно сравнивать не просто длительности процессов. 10 секунд бежал Валерий Борзов на Мюнхенской Олимпиаде 100 метров, 10 секунд кто-то успевает там несколько пончиков съесть. Разные процессы в разных игровых полях происходят с разными объектами, субъектами взаимодействия. То есть длительность это важный параметр, но важно соотносить процессы между собой, понимать, что раньше, что позже, что закончилось, что еще продолжается, потому что есть же еще слова настоящее, прошлое, будущее. Эзотерики нам рассказывают про то, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Кстати говоря, я согласен абсолютно с ними. Вопрос в каких игровых полях находится прошлое и будущее. Почему их можно посмотреть? То есть одно дело, я говорю, люди живые, которые были свидетелями каких-то событий. Ну, это вот история про записную книжку. Тогда можно считать информацию и понятно, как это делать. Но и вот эзотерики толдычат, ну, про астралментал на их языке. У нас это тонкие игровые поля, чтобы не отвлекаться на дебаты. А где это может быть? Чем они отличаются прошлое от будущего? Можно отвечать спином. Поэтому мы не замечаем, у нас не оказывает влияние. Мы все время находимся в настоящем. Но хронология позволяет понимать, что произошло раньше, что позже, и как долго длилось какое-то событие. Если я, допустим, произнесу, что некому Сидорову 64 года, физический смысл какой? Это продлительность. Мы можем посчитать, сколько раз Земля вокруг своей оси повернулась за эти 64 года, и сколько раз Земля вокруг Солнца прошпарила. А с кем за эти 64 года взаимодействовал этот Сидоров? Насколько сильно? Ну, что он тратил время? А по сути это с кем он взаимодействовал, как взаимодействовал, какие следы он получил, как эта информация обработана была в мозге потом, это тема, где живет вера. Почему у него картинка мира вот такая получилась? Мы берем разных людей, имеющих один и тот же возраст, украинцы, русские, какие-то другие, начинка у них разная, события разные были, поэтому следы в мозге остаются, но они структурируются определенным образом, это вот, когда мы про базовые операции мышления поговорим, все станет понятно, откуда разные картинки, разные взгляды и прочее, прочее. Вот, пока в данном случае вот эта картинка, Никейский собор и поехали считать эти события, то есть, когда говорят, что в 1972 году Валерий Борзов на Мюнхенской Олимпиаде выиграл 100 метров, ну и потом 200 метров впервые у американцев, да, 100 метров он за 10 секунд пробежал, 200 метров за 20 секунд, это про длительности, а дата, ну там 1972 год, такой-то месяц, такое-то число, старт во столько-то, это вот про хронологию, ну, как бы, все понятно, но вот до меня, вот, кстати говоря, дошло все, когда я просто натолкнулся на название работы Бергмана, это соратник Эйнштейна, работа называлась «Вопросы о теории относительности Эйнштейна длительность и одновременность», то есть, вот одновременность, это, вот, мы можем судить, что раньше, что позже, или одновременно, вот, забегая вперед, хуже не будет, могу сказать, что мы находимся в моменте сейчас, в настоящее время, реальное время, но, это вот хорошо, что мы записываем беседу, мы можем потом судить, сколько времени она длилась, но мы все время находимся в моменте сейчас, потому что мы понимаем, что несколько минут назад мы начали, скажем, беседу, да, а через какое-то время она закончится, вот, за счет того, что записываем, ну, все будет понятно, но это уже сразу становится прошлым, то, что вот мы говорим, мгновенно, можно сказать, правда, вопрос о мгновенном, он тоже очень интересный, вот, а параллельно идут другие процессы, метеориты летают, планеты крутятся, и так далее, и если говорить уже о субъектах, то у них может быть разное эмоциональное состояние, они могут испытывать большие эмоции, могут маленькие, и это будет оказывать влияние на восприятие других процессов внешних, но это чуть попозже, ну, это все вот метафоры, в данном случае стоп-кадр, след, то есть, это разряд молнии, но мы сделали стоп-кадр, который хранится, естественно, в настоящем времени, на каком-то носителе техническом, фильмы снимаем, о каких-то событиях, да, следы оставили, на самом деле, мир, даже в процессе съемок, меняется, это настолько очевидно, меняется, но, вот измененными состояниями сознания мы и занимаемся, как раз, это наш, так сказать, конек, то есть, мы понимаем, как людей отбирать, как оценивать, талант, условно говоря, способности, в том числе, в том числе, и действовать здраво, когда страшно, например, и отследить, можно, меняется состояние или нет, по психофизиологическим параметрам, и по работе мозга, что мы записывали, и смотрели, много-много стало понятно, что, на что люди способны, ну, вот, у которых хорошая долговременная память, развитое воображение, и так далее, это очень интересный аспект, то есть, техника техникой, если никто не говорит, давайте, все вернем назад, в каменный век, какой-нибудь, когда вода была чистой, воздух чистый, так вопрос не стоит, но, скажем, не уделять внимание внутренним ресурсам человека, ну, это просто глупо, а пока акцент основной делает на знаниях, важная составляющая, кто спорит, навыки, автоматизмы, масса полезных навыков, да, а вот, самые интересные вещи, это умения и когнитивные способности, внимание, память, и разные грани мышления, это очень интересная тема, и так, вот, другой стоп-кадр, как вот формируется такая фигурка, причудивая, или вот стоп-кадр, опять же, торнадо, процесс, фотография, это всего лишь, слепок, отражение, стоп-кадр, ну, или вот катящийся, такой, бублик, снежный, тоже стоп-кадр, множество стоп-кадров, показанных за какое-то время, мы будем фильм смотреть, 25 кадров в секунду, вот нормальная скорость, предъявление кадров, мы посмотрим фильм, длительностью 1 секунда, хотим снять больше фильм, пожалуйста, больше кадров, что называется, надо делать, вот, а современные достижения, почему они нам позволяют уже, тщательно, внимательно, рассмотреть, к примеру, полет пули, ну, вот выстрелили, там, из револьвера, пуля долетела, там, до мишени, ну, там, мешок стоит с водой, полиэтиленовый, или бутылка с водой, пробивает эту бутылку, ну, и вода брызгает, да, во все стороны, или там, разбивает ее, это же можно теперь просмотреть, на замедленной скорости, а что значит на замедленной скорости, нужна аппаратура, которая делает гораздо больше кадров, снимков в секунду, чем 25, ну, чем привычная, вот, как бы, съемка, и тогда можно вставить много-много кадров, и посмотреть полет, который длился, там, какие-то доли секунды, посмотреть уже, там, скажем, минуту, две, там, три, да сколько хочешь, лишь бы кадров, лишь бы была аппаратура, которая снимает много кадров, высокочастотная съемка, так называемая, а можно смотреть, там, скажем, движение ледника, там, где-нибудь, в Арктике, медленный процесс, снимали полгода, скажем так, а теперь можно просмотреть за одну минуту, да нет проблем, с отражениями можно делать чего угодно, можно убирать лишние кадры, да, вот, и тогда можно посмотреть полгода, там, за одну минуту, и так далее, метафорически, в свое время, я вот на семинарах задавал такой провокационный вопрос, а сколько времени длится 17, там, вот, фильм, 17 мгновений весны, да сколько угодно, с какой скоростью смотреть, ты сможешь понимать вообще, как бы, ну, видеоряд, вот, ускорили, а звук же не будешь понимать, если на ускоренной, скажем, скорости, да, речи говорить, будет какой-нибудь там, не разберешь ничего, вот, поэтому есть нормальная скорость, восприятие, да, а можно, тем не менее, я говорю, сжимать фильмы, растягивать, смотреть быстрые процессы, замедленно, разбираться в деталях, и так далее, иногда это очень важно, и помогает много чего понять, и так, как связаны длина и длительность, надеюсь, понятно, если мы берем эталонный процесс, движение света в вакууме, за одну секунду 300 тысяч километров, у нас на Земле нет таких расстояний, по экватору 40 тысяч километров, ну, вот, я говорю, волновод, если протянем, там, десяток раз, да, то за одну секунду свет обогнет 7,5 раз, Землю, вот, лазерные дальномеры и прочее, это, да, работа со светом, но просто позволяют такие уже приборы, устройства технические, созданные с помощью вот таких каталонов длительности, позволяют уже измерять расстояние, ну, или размеры, сплошь и рядом сейчас такие устройства используются, определить расстояние до цели, определить координаты, все эти GPS, глонассы, галилео, систему позиционирования и так далее, вот, то есть, с одной стороны, помогут, да, позволяют определять координаты, но там всплывает очень важный аспект как раз, всю эту группировку спутников нужно синхронизировать между собой, поэтому там не один спутник болтается, а целая группировка, ведь в этом спутнике будут идти процессы, там будут генераторы, частоты, там много чего будет, и поэтому, вот для того, чтобы их между собой синхронизировать, ну, конечно, это техническая чисто проблема, и она такая реальная, вот, я, например, столкнулся, ну, стало понятным, что для многих органов власти, не человеческих органов, власти, ну, например, федеральная налоговая служба, почему они так, скажем, придирчиво относятся к тому, чтобы все и юридические лица, и физические лица, вовремя отчитались, так сказать, о своих там доходах, расходах, и так далее, периодичность нужна, определенно, почему, иначе невозможно судить, да, кто сколько должен заплатить, там, и так далее, то есть, не будет корректности, суждениях, поэтому, когда я однажды заплатил заранее, ну, как самозанятый, ну, потом я пожалел, потому что взаимозачеты, там, всякие дела, ну, капец, я просто поставил, как бы, оплату на автомате, и все, оно там щелкает, но, не обращаю, налоговые мне присылают уведомления, да, вы там заплатили, то есть, средства упали, дождитесь, когда мы зачтем, ну, я же уже заплатил даже, но когда мы зачтем, и потом приходит, мы зачли вам, там, ну, налог уплаченный, почему, важна скважность, периодичность, тогда можно делать корректные осуждения, не только о моих отношениях с налоговой, но и юрлицах, ну, и в целом, в рамках масштаба государства, ну, или там другие государства уже, то есть, это реально вопрос очень важный, ну, или, например, слышали такой, высокочастотный трейдинг, это уже понятие, там, фондовый рынок, трейдеры, но есть фондовые биржи, крупные, международные, Нью-Йорк, Шанхай, Токио, и пошло-поехало, почему брокеры, стараются поставить свои, серверы, как можно ближе, к дата-центру, ну, где происходят, там, расчеты, почему, потому что, конечно, играет роль, с одной стороны, быстродействие, железо, ну, и программного обеспечения, но играет роль еще, расстояние, между, датами центра, дата-центрами, различных бирж, ну, Сидней, Токио, там, и так далее, поэтому, с одной стороны, важно быстродействие железа, и для этого нужно применять высокочастотные процессоры, там, прочие алгоритмы, оптимизировать, там, и так далее, но и будет играть роль еще, конечно же, расстояние между биржами, они же синхронизируются, надо, ну, сообщить, кто что продал, кто что купил, и так далее, на это уходит время, поэтому те, кто преуспеют в создании процессоров, все более высокочастотных, ну, то есть, совершающих массу, массу, огромное количество колебаний, там, за единицу времени, за секунду, вот, те преуспеют, но, неизбежно, я говорю, что тогда и железо должно быть умным, потому что, если они будут получать команды из Москвы, с биржи Токио, и так далее, то есть, должна прийти информация в Москву, ее должны обработать, кто что продал, что нужно покупать, что продавать, потом нужно дать команду обратно, это время, потому, почему, расстояние, потому что, да, ну, вот, поэтому процесс, вот, процесс синхронизации, это не только актуально для налоговой, это актуально везде, и в системах позиционирования глобальных, и у трейдеров, слышали, наверное, про блокчейн, сейчас эту технологию начинают применять, где попало, ну, везде, много где, но там есть подводные камни, то есть тот, кто будет обладать более быстрым железом, может успеть изменить то, что ему нужно, незаметно для других, у него железо быстрее работает, пока все там синхронизируется, он может нести свои изменения, если у него там контрольные пакеты и прочие дела, то есть, это потенциально говорит о том, что большие, так сказать, обманы, они еще впереди со всякими криптовалютами и прочими делами. Ну вот, про, еще раз, давайте посмотрим этот ролик, вот он, Валерий Борзов, мы пленку смотрим, это следы, которые остались о событии, которое уже давным-давно прошло, 72-й год, Валерий Борзов второй справа, вот это, по-моему, там Александр Корнелюк, вот третий слева, тоже наш легкоатлет, и вот сейчас нам покажут в реальном времени, то есть, нормальной скорости воспроизведения, можно же на ускоренной посмотреть или наоборот на замедленной, но это просто мы будем говорить о частоте кадров, которые мы успеем просмотреть за отведенное время, и вот он сейчас побежит, длительность 10 секунд, дата 1972-й год, пленка хранится в настоящем реальном времени, хотя мир давно-давно изменился, другие люди живут на планете, сам Борзов изменился, и другие люди тоже, ну и так далее, но потом он еще и выиграл 200 метров, это было впервые, впервые мы американцев, ну мы, не мы, конечно, Валерий Борзов, вот, ну вот здесь видео есть очень интересное, как раз вот про синхронизацию и про согласованность, потому что судить, вот представьте себе, что параллельно с Валерием Борзовым еще бы куча легкоатлетов, которые не попали на Олимпиаду, решили бы стартовать, ну, организовать, так сказать, соревнования для тех, кто не попал по тем или иным причинам в самых разных странах, соревнования по легкой атлетике, сделать забег вот на эти 100 метров, но это масса технических сложностей, начиная с того, что дорожка должна соответствовать требованиям определенным, стартеры, должны быть, стартеры-люди, которые будут давать старт забегу, должны быть оснащены определенным оборудованием, да, но есть еще аспект фальстартов, допинг я вообще трогать не буду, то есть это реально очень-очень сложно параллельно запустить точно такой же процесс, то есть стартовать в то же самое время, как в Мюнхене стартовал, допустим, стартовал забег, это нереально сложно, это реально техническая сложная задача, практически невыполнимая, но она актуальна для систем позиционирования, глонасов и прочее, она суперактуальна. В общем, я считаю, что на этом пока можно остановиться, кому нужны будут подробности, потому что более корректно все написано как раз на этой страничке. А сейчас мы пойдем дальше. Еще более интересную аспект процессов самых разных. Восприятие, осознание, информация, энергия. Пройденные понятия след это результат взаимодействия, мера это то, с чем мы сравниваем что-то, эталон, это общепринятая мера, отвечающая двум условиям. Эталонный процесс или эталон должен изменяться медленнее, чем измеряемый объект, должен быть легче, короче, тверже, чем измеряемый объект. Процесс изменения чего-либо, кого-либо. Время это продлительность и одновременность процессов, скорость это количество изменений за единицу времени. Что такое информация? Слов очень много мы слышим и обыватели, и технори. знаки, символы, данные, сообщения, поток данных, скорость передачи данных, объем данных, ну или объем информации, гигабайты, терабайты, носители, флешки наши, жесткие диски, куда мы сохраняем информацию. то есть как бы мы даже корректно их используем. Ну задают там вопрос, какова емкость твоего устройства памяти внешней? 4 терабайта, 2 диска по 4 терабайта. Я понимаю, сколько можно туда данных сохранить, сколько фильмов примерно, сколько текстовых сообщений, статей и так далее. Но если следовать принципу, который мы уже начали здесь исповедовать, главное. То есть Клод Шеннон в свое время защитил диссертацию очень интересную, посвященную как раз этим аспектам. И он ввел понятие битов, байтов, помехозащищенность, вот все эти скорость передачи данных. Но он главное не объяснил. Вот в том, что же такое главное, суть попробовать понять, когда мы говорим вот об информации и, скажем, о смежных понятиях, связанных понятиях. Попробуем в этом разобраться. А без понятия восприятия, даже в первом приближении, хотя это отдельная тема, нам понять будет сложно. Так вот, почему я в этот пакет слов добавил слово знак. Ну, с одной стороны есть базовые знаки и символы, которые мы учим с детства. Это считается нормальным. Ну, имеется в виду алфавит и цифры. Это базовые вещи. Потом можно от них, на основе их, делать, осваивать более сложные понятия, в том числе и на практике. Дети, которые научились читать и немножко считать, они могут осваивать музыку. Можете сказать, без всякой арифметики, какие-нибудь великие пианисты освоили, научились играть. Они там, кстати, знакомятся с понятием времени на практике. Почему? Длительности. Нот. Целая нота, одна вторая, одна восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая и пошло. И паузы между ними. Дети, которые изучают музыку, их родители очень мудро поступают. Они много дают. Хотя спросить такого ребенка, который умеет играть, может читать ноты с листа и исполнять тут же, это уже про навыки и умения, он может не сформулировать, что такое время, но понятия длительности, они сталкиваются на практике. Так вот, почему без восприятия, мы начнем с восприятия, точнее вот так, с понятия знаков, сигнал. В радиотехнике это сложное понятие, передать сообщение, принять, расшифровать, очистить от помех, преобразовать аналоговые сигналы, цифровые сигналы, преобразователи, много чего там есть. Но на житейском уровне все знаем, сигнал к атаке. Это очень простой может быть сигнал, либо визуальной модальности, либо вауяльный. Визуальный что? Сигнал красной ракеты. Это знак к атаке. правда, заранее договариваются, какой именно цвет будет означать определенные действия, что пора, нужно начинать атаку. или там красный это зеленый, а красный типа отмена, стоп и так далее. Это простейшие знаки, но мы их должны воспринять. Вот представьте себе ситуацию, вы общаетесь с каким-то человеком, но вы не знаете языка, на котором он говорит. Я понимаю, что у вас багаж большой, то есть есть какие-то базовые языки, которые вы изучали, наверное, не один, но есть такие, которых вы не знаете. И поэтому вы будете воспринимать то, что говорит человек, но не будете понимать. Это нормальная обычная ситуация. Когда мы говорим о более сложных делах, не просто единичный знак какой-то, или звук, например, свисток или еще что-то. Это очень простые знаки. А когда нужно передать сообщение, сообщение это набор знаков. Ну, вспомните азбуку Морзе пресловутую. Вот даже того, что мы слышали, может, отрывочно, может, мы не изучали азбуку Морзе, но мы не поймем эти пиканье, если не изучали. Да? А принцип какой? То есть одна система знаков, алфавит, буквы и цифры закодирована в другую систему знаков. то есть азбука Морзе звуковая, да? Ну, когда с помощью можно электромагнитных полей передавать сообщение, объем данных. Ну, вот, например, наш Стануэль Морзе, создатель азбуки. То есть вот привычный алфавит, набор знаков, а вот набор точек и черточек. Сочетание другое уже, которое означает определенные буквы и так далее. Вот. Разные радисты могут передавать поток данных, сообщения с разной скоростью. Это все как сантехники. Водопроводы. Струйка воды может наливаться, скажем, в емкость. Струйка может быть тоненькая, а может быть очень мощная. То есть тут аналогии можно привести очень уместно и корректно. Но смысл его понятен. То есть сначала была вот такая азбука Морзе, там, флажковая азбука Морзе, когда с помощью флажков, скажем, передавали семафории, да, световая, и ночью можно передавать сообщения с корабля там на корабль, куда двигаться, какой курс держать там и прочее, прочее. Потом вот электромагнитные всякие дела стали, радиотелеграф. Но смысл тот же самый. Мы одну систему знаков и символов связываем с другой, устанавливаем соответствие, и в этом случае может, но если мы изучаем знаки и символы, не просто базовые, а уже специальные, радистов же обучают, обучали, тогда они могут понимать и расшифровывать сообщения, которые слышат. Но вот это соответствие между образами и звуками, оно важно, но это поверхностное понимание. Но к этим картинкам мы вернемся чуть попозже. Давайте сначала это такой беглый наскок, пусть оно оседает, но сначала начнем, наверное, с реальности и отражений. Ну, в данном случае снимок. Но представим себе ситуацию. Вы находитесь на берегу моря и вы можете видеть чайку и слышать ее крик. Это отражение. Вы будете воспринимать колебания, изменения, которые увидите и услышите. А можно провзаимодействовать с чайкой непосредственно. То есть, если вот предыдущее взаимодействие можно назвать дистанционными, информационными, то когда чайка, что называется, прилетела прямо в лоб, ну, или рядом пролетела, крылом махнула, задела, скажем так, это сильное взаимодействие. Там есть ощущения, кинестетика, вкус и запах и ощущения. Так вот, человек может взаимодействовать с миром полимодально, через все каналы, а может взаимодействовать с какими-то объектами не напрямую, а с их отражениями, которые вот можно запечатлевать на самые разные носители, можно преобразовывать, передавать и так далее. Но важно при этом понимать, так что же такое информация. Параллельно давайте пару слов про энергию, потому что тоже вокруг этого понятия, просто отставим чуть-чуть информацию на потом, потому что с энергией тоже масса метафор, энергию запасать, ну примеры же есть, аккумуляторные батареи запасают энергию, ну или там поднимают какой-то груз или воду в какой-нибудь бассейн, запасают, совершают работу, чтобы потом в часы пика воспользоваться этим запасом энергии. Воду подняли, потом она падает в нужный момент и там что-нибудь вращает. Так вот, надо принять во внимание, что слово энергия это просто ну как информация, как любое слово, это просто этикетка или название папки, где лежат файлы визуальные, аудиальные, ну и другие модальности. Итак, чтобы энергия получилась, нужно, чтобы что-то с чем-то взаимодействовало, да, но при этом вот есть вращение, работа. Но важно, что колесо крутится, потому что взаимодействует с водой. Но очевидные вещи. Вот два, давайте сравним два процесса. Вот этот едет самосвал, большой груз и вот эта легковушка. На бытовом уровне мы тоже это все понимаем. Это разные мощности процессы. Почему? Даже если будут ехать с одинаковой скоростью, у них разная масса. Ну очевидно. Конечно. Или два грузовика. У которого, у какого процесса мощность больше будет? Какой процесс более мощный, более энергичный, энергетичный и так далее? Тот, который едет быстрее, если у них масса одинаковая. Это понятно, никакой Америки мы здесь не открываем. Но вот совсем другой процесс, то есть процесс распада вещества определенного приведет к очень большим изменениям вокруг. Эта картинка нам понадобится еще, потому что скоро мы будем говорить про информационную и энергетическую составляющую процессов. И я надеюсь, что все станет на свои места. Из обрывочков, из пазлов сложится картинка. Итак, картинка называется цветной звук. Если включить со звуком, а я это сейчас и сделаю ненадолго, слышно, да, как звучит колеблется пластина, на которой вот эти кучки песка разноцветные, почему она стала дребезжать колебаться, ну, потому что человек воздействует с помощью устройства определенного, нам интереснее вот то, что будет с этими кучками песка происходить дальше. Ну, видно, да, что превращение, преобразование происходит. Но в данном случае за счет того, что мы видим и слышим, мы можем установить точное соответствие. Это важно. То есть мы можем понять, что изменения, которые происходят с кучками песка, они не случайны. Понять даже. это аспект восприятия и понимания. Чтобы было понимание, нужно устанавливать точные соответствия между образами, звуками, словами и так далее. Слово изменения уже прозвучало. Почему? Потому что процессы это и есть изменения. Любой процесс это изменения чего-либо, кого-либо. Дальше. Знаки, символы. Есть базовые знаки и символы, которыми мы все пользуемся. Ну, у разных народов свои знаки, свои, свои азбука. Но есть написание букв, а есть звучание букв. Это разные модальности. Устанавливаем соответствие точно, мы будем что-то понимать. Так вот, я не буду читать теорию информации. Это очень долго. Это нереально. Но понять, что же главное, когда мы говорим про информацию, надо понять, изменения всего лишь на все. Но в какой-то момент я перестал использовать слово энергия информации. То есть, может быть, изменение структур. Ну, грузовик переехал с какой-то скоростью, это мощный процесс. Мы можем судить, какой более мощный, какой менее мощный. А когда в аккумуляторной батарее что-то запасается энергия, там что происходит? Там есть вещество определенное обладающее определенным набором свойств и качеств, и его структура меняется. В розетку засунули вилку, заряд идет, я уверяю вас, там меняется структура вещества. А когда зарядили и потом нагружаем уже этот аккумуляторную батарею, в автомобиль вставим и так далее, идет процесс изменения структуры, разряд. Мы там забираем от него энергию. Поэтому, когда говорим чтобы начать употреблять скорректно эти выражения, я расскажу реальную историю. Это было в Румынии, я читал как раз вот эту тему, лекцию про энергию, информацию, коллегам, можно сказать. То есть, это люди, которые обладают такими же знаниями, очень похожими, как и я. То есть, они стреляют ракетами по тучам, по градовым. И вот меня просто осенило. Я стоял перед ними, я по-румынски произнес там Бунас, где меняться? А нет, услышали, поняли. Потом я отошел на 10 метров стенки и с такой же громкостью, мощностью произнес Бунас, где меняться? Но они видят, что у меня губы шевелятся, но не слышат. Тихо. А потом я подошел к усилителю с колонками, сделал громкость побольше и произнес в микрофон Бунас, где меняться? Сообщение одно и то же по смыслу интонационно, информационно. А что разного? Мощность разная. То есть, если бы усилители были совсем мощные, да, и там громкость делать больше, их бы может быть сдуло, что называется, со стульев. Поэтому в какой-то момент, вот после этого момента я стал говорить не про энергоинформацию, а про информационную и энергетическую составляющую процессов. Чтобы было понятнее. Вот скажите, пожалуйста, мы с помощью выстрелов из орудия можем передать сообщение? Можем, конечно. Ну, примерно, как в соответствии с азбукой Морзе стрелять, и да, мы сможем передать сообщение и даже понять его, если обучены понимать этот же азбук Морзе. Я вам более от того, скажем, можно с помощью ядерных взрывов передать какое-нибудь сообщение. Просто они очень быстро кончатся, и слава богу, если собрать со всей планеты Земля в одно место, куда-нибудь, где никому не помешаем, можно передать какое-нибудь сообщение. Ядерной войны больше никогда не будет и поймут. Просто это неудобно. Мощные процессы очень. Запасов мало. Хоть снарядов, хоть бомб, и так далее. Поэтому для передачи сообщения используют высокочастотные опорные процессы. это колебательные контуры, включающие транзистор, резистор, емкость, конденсаторы. В зависимости от их параметров получается процесс, с помощью которых можно уже передавать нолики и единички. Есть импульс, единичка, нет импульса, пауза, нолик. Определенная тактовая частота, и мы можем собрать из этих ноликов единичек, передавать сообщения какие-то, потому что можем, еще раз подчеркиваю, базовым таблицам, алфавитам, азбукам сопоставить какие-то знаки, нолики, единички, числа, ну, видели, наверное, цифровые данные, да, это просто набор ноликов единичек, но его можно как раз измерить, это будет объем данных, вот, а в обиходе мы вот пользуемся у себя в проекте, да, понятиями информационная и энергетическая составляющая процессов, процесс, про который рассказал, Бунас деминяци, смысл один и тот же, длительность одна и та же, а мощность разная была, это проэнергетическую составляющую, то есть можно очень тихо сказать, что не услышат даже, а можно сделать, я говорю, такую мощность, ну, на рок-концертах иногда такая мощность бывает, что у людей, у зрителей внутренние органы разрываются, это про мощность, а всего лишь поет песню какую-то человек. Поэтому вот дальше, в последующих темах мы уже почитав вот все это дело, более корректные формулировки, что называется, так-то я сейчас можно будет двигаться дальше. Но вот про кодировки буквально пару моментов кодирования информации. Вот я, например, вот такое выражение сокращенное сокращение от выражения happy birthday to you. Если вы некоторые люди не могут догадаться, что это означает. Да это просто сокращение, но это пример кодировки, очень простейший. Сейчас более изощренные есть способы кодирования информации. Вот если вы сейчас на смартфоне оснащенным приложением, определенным, вот к этим картинкам начали бы подносить смартфон, то вас бы перебросило на другие страницы сайта, как раз где зашифрованы определенные сообщения, ну или адрес страницы. То есть если мышку подвести, вот видно, что вот эта картинка означает сайт гора точка ру, а вот это сообщение, а, ну вот это сайт как раз, а вот это информация и энергия. Это еще что-то, ассоциация и диссоциация, это важные моменты. Ну вот, может быть, про Льва Термена пару слов. Был такой соратник Владимира Ильича Ленина, Ленин с него взял в свое время обещание, что он в партию вступит обязательно. Ну вот, Термена был очень талантливый человек, то есть он ездил для партии и зарабатывал деньги в Америке, известен тем, что он придумал массу технических изобретений, понимая вот суть слова информация, суть, что это изменения, которые можно переносить из одного диапазона в другой, можно обнаруживать изменения, поэтому датчики стал делать разные, то, что вот сейчас в машинах вставят датчики движения, сигнализация начинает работать, да, это он придумал в свое время, но он придумал музыкальный инструмент, термин Vox первым, и вот он в Америку ездил, показывал его, как это работает, ну, не могу не удержаться, вот сам Лев Термен музыкальный инструмент это первый инструмент, который пишет, это птичный голосовой инструмент, в нем управление мелодией достигается впоследствии влияния на электромагнитное поле то есть есть две антенны, меняется емкость пространства, это параметр физический, а она меняется, почему? Он двигает руками, а потом преобразование идет, изменение какого-то параметра, а в данном случае уже профессионалы будут с оркестром с обычным играть, но в Терменвоксе принцип извлечения получения звука совсем другой, не такой, как в обычных классических инструментах в симфоническом оркестре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень смысл понятен. Я могу показывать устройство, где человек с помощью движения пальцев управляет роботом, экскаватором модели. Смысл, наверное, понятен уже будет. Изменение рук, пальцев в пространстве, там датчики есть, у которых меняется электропроводность пространства, емкость пространства, и эти изменения можно, я говорю, преобразовать в команды управляющие для устройства и как бы все это будет работать. Вот Лев Термен придумал в свое время устройство, которое засекретили тут же. Он придумал устройство на основе лазера, которое позволяет слышать разговоры в помещение, куда невозможно попасть. То есть он, скажем, это лазерный луч от устройства дотягивается до окна, до стекла, которое дрожжит. Почему? Люди разговаривают, воздух колеблется, стекло дрожжит. А вот это лазерный луч, который до стекла доходит, а потом отражается, это процесс уже, это изменение расстояния до этого стекла. И вот эти изменения можно воспринимать, считывать, преобразовывать, и человек, который этим устройством пользуется, он будет слышать и понимать то, что там говорят. Вот то, что это Лев Сергеевич Термен придумал, я говорю, это сразу засекретили, но, к сожалению, он никаких дивидендов от этого не получил. Ну, я считаю, что на этом можно остановиться. Это просто введение в эту тему. Хотите более корректно формулировки, как бы с ними ознакомиться, лучше почитать тогда. Я пытался донести смысл. Ну, как получилось. Про энергию, про информацию, это свойства процессов. Но процессов есть, можно говорить вообще о трех составляющих, трех параметрах любых процессов. Время, это длительность процесса. Да, и информационная, и энергетическая составляющая процесса. Информационная, это с кем шло взаимодействие в этом процессе, кто с кем, с чем взаимодействовал, с какой мощностью это шло, а это уже про энергетическую составляющую. Вот и все. Если смысл будете понимать, то там дальше уже проще разобраться в деталях, заучить что-то обязательно, как радисты, они же заучивают и понимают тогда, что означают те или иные изменения. И на этом вот все построено тепловизоры пресловутые, но на здание наводят зимой устройство, которое похоже на видеокамеру даже. Ну и есть экранчик тоже. И видно, где в здании есть, где сифонит, где тепло уходит. Почему? Это из инфракрасного диапазона перенесли изменения в визуальный диапазон и оператор, который пользуется этим устройством, он будет видеть, не прикасаясь, не измеряя градусникам, но на самом деле в этом устройстве есть как раз датчики и прочее. И воспринимаем изменения, переносим в другой диапазон и начинаем замечать и понимать. Я все. Спасибо, Андрей Николаевич, за, опять-таки, очень интересный материал. Будем изучать. Спасибо большое. И я хочу сказать, что у нас еще будут впереди занятия с Числяковым Андреем Николаевичем по данной теме. Самое интересное нас ждет впереди. Все. Спасибо большое. Да. И до скорой встречи. До скорой встречи.